Депутаты окружного собрания отменяют дополнительные выплаты к отпуску в размере двух зарплат. Статьи закона, позволяющие получить прибавку к отпуску в виде двухкратной заработной платы губернатору, его заместителям и депутатам, работающим на постоянной основе, отменяют по причине широкого общественного резонанса. Поправки в закон о статусе лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа, были приняты 22 июня на сессии собрания депутатов. Согласно законопроекту, лица, замещающие государственные должности, а именно губернатор, его заместители и депутаты, работающие на постоянной основе, раз в год могли получить дополнительную выплату в размере двух своих зарплат. Для этого нужно было всего лишь написать соответствующие заявления перед отпуском. Скандальный законопроект вызвал широкий общественный резонанс, и депутаты поспешили отменить введенные ранее доплаты. Соответствующий законопроект внесен в собрание депутатов по инициативе самих парламентариев. Документ рассмотрели сегодня на заседании постоянной комиссии по экономической политике и бюджету. Возвращается в тот порядок, который был до июня месяца. Вот и все. Учитывая, что пошел резонанс населения с принятием 219-го закона, для этого губернатора предложили вернуться к определенному порядку. Не то ведь не говорить, что 219-й закон принес правомерно, в рамках действующих полномочий. С учетом всех обстоятельств, с учетом того, что начиная с 2014 года, полномерно снижалось за обновленность депутатов на будущей непостоянной основе. Сами народные избранники считают меру о двойной прибавке более чем справедливой. По их мнению, в тяжелые для бюджета времена экономия началась именно с них. Напомню, сегодня в собрании депутатов Неницкого округа на постоянной основе работают 7 депутатов. Среди них депутат от партии ЛДПР Андрей Смаченков. Например, ко мне в карман и к моим детям залезли несколько раз. В 2014 году на 27% снижали зарплату. Потом, когда на 20% вместе с госпожищем, это 47% зарплату у меня уменьшилась. И сейчас. И поэтому мне наобране не стыдно было получить эту зарплату. Я придерживаюсь с одной точки зрения и не меняю позицию. Из так называемых «постоянников» на июньской сессии воздержался от принятия решения лишь Александр Саблин. При этом выплату к отпуску в размере двух зарплат депутат получил. А сегодня проголосовал против двойной прибавки. Мы поддерживали 219-й проект закона, который на выходе уже другой номер имел, как вы знаете. Ну и действительно волнатого звучания в летний период, пока мы находились в отпуске, была достаточно большая. И по сути-то этим законом, почему я его тоже подписал, аннулируется. Тот 219-й проект закона, он по сути отменяется. В свою очередь Андрей Ружников, представитель партии «Родина» в собрании депутатов, подверг критике слова своего коллеги. Александр Иванович, ну вот честно, да, ну ведь лукавич, вы же не голосовали против, вы воздержались. Ну давайте сейчас мы... Александр Иванович, нет, вот меня вот это... Давайте так вот, для избирателей. Вышла газета, КПРФ, там четко было сказано, что голосовали против, не было против, было воздержание. То есть, я объясню так, и хочется, и колется, но вы же эту компенсацию получили? Получили. Так верните ее в детский дом, давайте уж чего уж тут ради справедливости. Что касается возврата выплат, то законопроект, отменяющий двойную прибавку к отпуску, таких действий не предусматривает, а лишь отменяют ее в будущем. Отмечу, что законопроект, отменяющий доплаты к отпуску в виде двукратного месячного вознаграждения лицам, замещающим государственные должности, будет внесен на рассмотрение сессии Собрания депутатов 21 сентября.